Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, на что обратить внимание в ближайший день. Сейчас мы смотрим воскресенье. На что же обратить внимание в воскресенье и что же с этим делать, а чего может быть избежать. Смотрим. Встречи. Воскресенье будет ознаменовано встречами. Это, скорее всего, встречи с родными, близкими, друзьями. И эти встречи могут быть связаны для некоторых с празднованием чего-то. Ну, а для некоторых просто встречи для общения. Мне кажется, насколько я ощущаю по этой карте, что вы сами хотите этих встреч, что некоторые из вас даже планировали эти встречи, и люди могут прийти к вам. Также вы можете пойти к кому-то. И тут по тому, что я вижу, по крайней мере, пока, по первой карте, всё прекрасно, всё здорово, и всё это принесёт вам удовольствие. Смотрим дальше. Да, тут идёт отдых, тут идёт удовольствие, тут идёт состояние гармонии с самим собой и с окружающим миром. Вы, могу сказать, что вот вы пойдёте на эти встречи или спланируете эти встречи для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы расслабиться и, можно сказать, получить удовольствие. Вы знаете, когда я встречаюсь с друзьями, родными, близкими, я действительно всегда подхожу к этому с точки зрения удовольствия. И неважно, я как бы, я, почему опять я? Каждого из нас есть родители, дети, друзья, и от того, как мы подходим к встречам с этими людьми, и зависит, что мы получаем от этих встреч. Если есть какие-то задачи, видимо, я ощущаю, что у некоторых из вас есть какие-то моменты, когда вы спорите, когда вы не соглашаетесь с кем-то. Если вы оставляете в себе это вот чувство неудовлетворённости, то когда вы в следующий раз встречаетесь с этими людьми, оно только усугубляется. Особенно, вообще всех людей надо принимать такими, как они есть, для того, чтобы вас принимали таким, как вы есть, такой, как вы есть. А особенно, когда это касается родных и близких, для лёгкости общения, для удовольствия общения принимать их такими, как они есть, вот со всеми плюсами, минусами. Не обязательно, что вы всегда будете на стороне этих людей, что вы всегда будете разделять мнение этих людей, ведь у каждого своё мнение, свой подход, соответственно, вы можете остаться при своём мнении, при этом не спорясь с человеком. Это очень интересное чувство, и ему, конечно же, я долго училась, но на сегодняшний день, когда я встречаюсь с друзьями, родными, близкими, моей дочерью, у которой тоже своё мнение, свой подход, и не всё, не совсем я соглашаюсь, но я принимаю и уважаю её подход, её решение и её мнение. И это очень важно. Ну и крайняя карта на воскресенье – это диалог, видимо, я же говорю, диалог – это я почему-то увидела человека, я увидела мужчину, это мужчина старше 45, это мужчина с тёмными волосами, тёмными глазами, вот вижу его силуэт, вижу высокий, стройный, опять же, для некоторых это может быть романтическая встреча, а вот для других это может быть именно вот тот разговор, в котором вам и было бы здорово принять точку зрения этого человека, не спорить, а уважать его точку зрения и, соответственно, не раздражаться. Вот, быть спокойными, не раздражаться и просто, знаете, вот просто принимать, я, честно вам скажу, иногда бывают такие ситуации, когда хочется взорваться, когда хочется с пеной у рта что-то доказывать, но я прекрасно понимаю, что с пеной у рта я ничего не докажу, человек всё равно останется при своём мнении, и я, соответственно, улыбаясь, принимаю мнение этого человека, это не значит, что я должна его разделять. Точно так же и у вас.